О том, что у девятиклассницы Кати будет ребёнок, педагогический коллектив коррекционной школы города Александров не догадывался до девятого месяца беременности. Участвовала в спортивных соревнованиях школьных, никаких обмороков с ней не было, токсикоза не было, аппетит у ней был замечательный. Но в середине декабря классный руководитель что-то начал замечать. Очень долго. Она приложила очень много усилий, чтобы Катю разговаривать. Наступили зимние каникулы и девочку передали на руки отцу. Отец обещал показать её врачам. Отец написал заявление. Катя ушла, как мы хотели бы сдавать анализы. Потом начались 28 числа декабря каникулы. Катя на каникулы ушла. Отец отвёз девочку домой в посёлок Майский. Но к медикам ни Катя, ни её папаша так и не обратились. Роды подошли 4 января. Для врача, выехавшего на странный вызов, этот день стал самым страшным в жизни. Прибежал сожитель её и сказал, что Кате плохо. Что конкретно? Я даже не знала, что я шла на роды. Катя сидела на ведре с этими отходами. Я пришла, говорю, Катя, ты чего, вставай давай, чего у тебя случилось-то? Она говорит, у меня геморрой, я не могу встать. Когда отец с сожителем школьницы всё-таки подняли девочку с ведра, перед медиком предстала жуткая картина. И когда она стала вставать, оттуда выпала поповина, плацента. Из неё посыпались кровь. Подошла, а в ведре попочкой, ягодичками вверх лежит ребёнок мёртвый, не шевелится. О том, что в этом доме на улице Садовой девятиклассница проживала не только с отцом, но и с 26-летним сожителем, знал весь посёлок Майский. Отец не возражал против ранней половой жизни дочери. Здесь мы никого не застали, но нам всё-таки удалось отыскать ещё одного соучастника этой трагической истории у бабушки. Сожитель девятиклассницы Алексей воспринимает ситуацию очень спокойно. Сказали, только 18 лет можно, но будем ждать, и там поженимся. И всё. Но если любим друг друга, уже там ничего не сделаешь. Впредь влюблённые будут внимательнее, и беды не повторится, обещает в присутствии бабушки Алексей. Бабушка также утверждает, что беременность от неё скрывали. Ничего я не знала, миленькие мои. Ничего не знала. Я его спрашивала. Люди говорят в посёлке, что вот Катя беременна, и беременна Катя. Я говорю, Алёша, правда говорят так, что беременна я? Да нет, ещё ничего не видать, ничего нет. Я боюсь, что его посадят. Я тогда не принесу ничего. Сказали, всё нормально будет. Я не принесу. Так кто же ответит за смерть ребёнка? Как сообщили нам в Следственном комитете, скорее всего, никто. Тем уже заранее понятно, что она не достигла 16-летнего возраста, возраста ответственности за это преступление. Поэтому ответственности, скорее всего, не понесёт. Сожитель Алексей вроде бы попадает под 134-ю статью Уголовного кодекса. Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Но если будет доказано, что девочка достигла половой зрелости, то в этой истории он вроде бы и ни при чём. Если она достигла, эксперты нам скажут, половой зрелости, то здесь, в общем-то, тоже под вопросом уже будет ответственность. Тем более они собираются, насколько мне известно, связать свою жизнь. К отцу девятиклассницы у правоохранителей также нет претензий. Ведь девочке уже исполнилось 14 лет. Такой вот парадокс. В этом возрасте девочки ещё слишком маленькие, чтобы сесть в тюрьму, но уже слишком взрослые, чтобы привлечь к ответственности их родителей. Евгений Локционов, Иван Людков, 6 канал.